Украина МВФ уже высказал предположение, что банды, которыми владеет Россия, будут включены в план реструктуризации. Однако в фонде утверждают, что украинские власти сами должны решать, какие именно долги и в каком объеме будут задействованы. В начале февраля Москва объявила, что власти Украины обратились с просьбой о реструктуризации задолженности. Как заявил тогда министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, Россия не готова это сделать. Речь идет о кредите, который Федерация дала Украине еще в декабре 2013 года, в соответствии с договоренностями с тогдашним президентом страны Виктором Януковичем. Первоначально Москва готова была предоставить Киеву 15 миллиардов долларов, однако перевела только один транш на 3 миллиарда. Остальные переводы заморозила в связи с нестабильной обстановкой в Украине. Во Франции владельцев коммерческой недвижимости обязали покрыть крыши солнечными панелями или зеленью, пишет Ле Фигаро. Парламент одобрил соответствующий закон. Экологи предлагали распространить требования закона на все новостройки, однако социалистическое правительство решило начать с владельцев коммерческой недвижимости. Кроме того, под панели или растения разрешили отводить не все крыши, а их части. Подобные требования уже действуют в Париже, где крыши общественных зданий постепенно покрываются растительностью. Это, с одной стороны, обеспечивает лучшую изоляцию строений, ограничивает стоки дождевой воды и снижает уровень СО2. С другой стороны, закон позволяет расширить использование возобновляемых источников энергии. Национальная ассамблея, обсуждая законопроект, приняла во внимание, что уплотнение городской земли за счет строительства дорог, автостоянок и тому подобному, существенно снижает экологические функции почвы, затрудняя очищение воздуха, фильтрацию вредных веществ и насыщение кислородом. Подобные зеленые крыши становятся обычным явлением в Германии, Австралии и некоторых городах Канады. Кроме того, этот прием распространен в Скандинавии. Фейсбук будет сотрудничать с печатными изданиями. Соцсеть ведет переговоры с несколькими крупными издательствами о прямом размещении их публикаций в ленте новостей, пишет The New York Times. Фейсбук планирует начать тестирование нового формата в ближайшие несколько месяцев. Первыми партнерами выбраны, собственно, The New York Times, BuzzFeed и National Geographic. The New York Times и Фейсбук уже близки к соглашению. В дальнейшем число партнеров может вырасти. Чтобы сделать предложение более привлекательным для издателей, Фейсбук готов делиться со СМИ выручкой от рекламы. Раньше Фейсбук никогда не делился доходами с прессой и придерживался такой позиции. Размещайте в сети свой контент, а мы обеспечим вас трафиком. Но в последнее время ситуация начала меняться. В декабре социальная сеть стала показывать клипы, спонсируемые Verizon. Сейчас издательства размещают ссылки на свои статьи в собственной ленте новостей. Пользователи, заинтересовавшиеся темой, переходят по ссылке на сайт СМИ. Время перехода составляет в среднем около 8 секунд. Но если пользователь переходит со смартфона, оно может быть и больше. Фейсбук считает, что это слишком медленно. Более того, некоторые СМИ отмечают падение трафика от социальной сети в последнее время. Также Фейсбук ведет переговоры с издателями о создании технической возможности более быстрой доставки контента. Фейсбук ставит издателей перед серьезным выбором. Если они согласятся на сотрудничество с соцсетью, то могут лишиться переходов пользователей на сайты изданий. А это приведет к падению стоимости рекламы на их СМИ. Размещение контента прямо на Фейсбук может стать интересным для портала BuzzFeed, который распространяет свой контент за пределами собственного сайта. Но для The Times, которая получает большую часть своих доходов от подписки, важно то, чтобы пользователи как можно чаще заходили на ресурс. Продолжение следует...